Наша общественная организация, Невский фронт, она уже существует 22 года. Мы уже не первый год возим и будем возить гуманитарную помощь на Донбасс. Начиная с 2014 года наши руководители, мы насобирали и отвозили уже, когда только начиналось первые боевые действия Уганска и Донецке, мы решили, было принято решение помочь людям. И то же самое вот в этом году, когда объявили, что будет спецоперация, нужно помочь людям, беженцам. Мы сразу, первыми с вами, мы готовы и мы решили сразу помочь людям, как бы не останавливались. И руководство нашей организации говорит, что мы точечно повезем. Первоначально была информация, что беженцы должны были приехать в Ленобласть, но задержки закрытия аэропорта на юге страны привели тому, что мы приняли решение, что мы точечно повезем гуманитарную помощь туда, на юг страны и не только в губь страны. Луганск, Донецк, Рубежная. И в губь страны мы отвезли, в общей сумме мы 60 тонн гуманитарной помощи собрали и точечно отвезли людям и лично раздавали эту гуманитарную помощь. Тот необходимый груз, который нужно перевести, естественно, собирается целевым назначением – медикаменты, питание. И насколько быстро люди реагируют, потому что это, в общем-то, такая миссия общегородская, здесь участвует достаточно много организаций. Ну, я думаю, что сейчас, в данный момент времени, будет гораздо быстрее собираться помощь, потому как мы после этой первой поездки передали ее лично в руки. И это очень важно. Не просто там где-то сгрузили на склад и уехали. Нам получилась возможность, такая предоставилась, чтобы передать непосредственно и старикам, и детям. Поэтому, я думаю, что после нашего отчета о том, что действительно большое количество детских домов ПВР в пункт временного регистрации, естественно, люди увидят, да, что это действительно помощь, оказанная была целевым назначением, она важна. Соболезным людям, конечно, которые попали в тяжелую ситуацию. Супруга организовала, там, какие-то вещи свои от детей отдаем, какие-то купили питание. Ну, чисто по человеческой помощи. Люди просто увидели цепочку, просто цепочку добра и просто неравнодушные люди, которых я вообще не знаю. Обычные горожане. Обычные горожане Питера или Новости, все приезжали. Также спасибо большое всем людям компании ПЭК, которая дала просто реально бесплатно, говорит директор ПЭК Алексей, говорит, ребят, пользуйтесь складом сколько хотите. Пискаревский молочный зал, говорит, ребят, держите там две тонны молока бесплатно. Весь город просто реально присоединился. Горный университет, студентов. Сколько было студентов неравнодушных, горный университет, ранхист, транспортные компании, которые помогали, оплачивали это все полностью. Очень много неравнодушных людей. А в день у меня сколько звонков? Рать не буду. По тысячу звонков, а сколько сообщений. Я просто не успел людям отвечать и рассказывать. Все просто приезжали сюда, как бы цепочка. Я не ожидал, честно, когда я записал видеообращение о сборе гуманитарной помощи. Я думал, ну посмотрим, там 5-10 тысяч просмотров. А когда оно перевалило, там за полмиллиона и весь город. Люди присылали посылки из Екатеринбурга, с Москвы, с Нижнего Новгорода, со всей России. Вся гуманитарная помощь шла сюда. И мы через каждые вот 5-6 дней вот собирались, накапливалось здесь энное количество гуманитарной помощи. Мы сразу отвозили на ПЭК. Компания сразу же, ребята фасовали и сразу же по полетам расставляли.